Депутат от оппозиционной партии Илья Кива намерен обратиться в Международный суд с соответствующим иском против американского президента Джо Байдена. Как сообщил политик в своем Телеграм, у него есть претензии к главе США в связи с прогнозом нападения России на Украину. «Готовлю иск в Международные суды против Байдена за душевную и психологическую травму, причиненную мне его паническими провоцирующими высказываниями о нападении Путина и войне с Россией», – написал Кива. По словам оппозиционера, президент США убил в нем уверенность в американской демократии и независимости, а также в честности мировых СМИ, которые так часто пишут о нападении. Кроме того, Кива порекомендовал правительству страны обратиться в Международные суды за возмещением ущерба вследствие фейков США, нанесших непоправимый урон украинской экономике. Напомним, что ожидаемого западными СМИ в ночь на 16 февраля российского вторжения не случилось. Как сообщалось, именно эту дату президент Джо Байден назвал днем предполагаемого наступления. Британские издания The Mirror и The Sun пошли дальше и с уверенностью высказались не только о дне, но и о времени атаки российских войск – 4.00 по МСК, 3.00 по киевскому времени 16 февраля. Ранее Кива ответил отказом на предложение о возвращении в Украину из Испании. В видеообращении политик прямо упрекнул Владимира Зеленского в ущемлении права на свободу слова и содействии националистам и фашистам. А если вдруг произойдет полномасштабное вторжение России, то депутат не станет воевать, так как, по его мнению, это американская история. Также Кива добавил, что Украину пытаются использовать для запугивания, провоцирования и унижения россиян. Это он сказал в своем видеообращении к Владимиру Зеленскому в Facebook. По словам Ильи Кивы, основной причиной его нежелания возвращаться в Украину стало преследование несогласных властями и правоохранительными органами. При этом он назвал Зеленского главным врагом для страны. Помимо этого, Кива заявил, что нацизм и фашизм в Украине растут как грибы. Войну в Донецке депутат назвал военными действиями против собственного народа в угоду американцам. Кроме того, он добавил, что получил две контузии, когда воевал в 2014 году. Это был ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому, который накануне обратился к нации в связи с возможным российским вторжением. В видеообращении президент призвал депутатов вернуться в страну в течение 24 часов. Субтитры создавал DimaTorzok